Добрый день, мои дорогие друзья! С вами снова я, Влад Робинзон Бали. Давно хотел поделиться с вами таким приятным моментом. Видите, за моей головой растет папайя, да, вот плоды. Один плод я уже только что срезал. К сожалению, не было того, кто мог бы снять этот процесс. Это было высоко, еле-еле на тумбочке достал. Был один, еле-еле ножичком срезал эту папайю, поэтому не удалось запечатлеть. Давно хотел поделиться моментом, как я срезаю эту папайю и кушаю ее именно свежую. Не ту, которая на базаре пролежала уже сутки или двое. И уж тем более не такую, которая у нас там в российских, украинских широтах месяцами кочевала, срезанная зеленой. Видите, вот эти неспелые зеленые папайи. Надеюсь, видно хорошо. А это вот спеленькая, не такая, которая доспевает в течение двух месяцев в пути, потом в супермаркете. Твердая и невкусная. Это необычайно вкусная папайя. Я уже одну съел, но не запечатлел. Теперь хочу, чтобы вы разделили со мной мою радость. Итак, приступим. Чищу я, конечно, непрофессионально, как получится. Лишь бы вкусно было. Смотрите, видите, какая прекрасная у нее оранжевая мякоть, как наша тыква. Но по вкусу, конечно, повкуснее тыква, потому что тыква, как бы она ни была зрелая, ее необходимо варить. А папайю можно прям сырой кушать. Необыкновенно сладкая, сочная. Прямо вот так вот очищаю. Раньше делал из нее салаты, добавлял кокосовое молоко или кокосовые сливки. Но в какой-то момент я понял, что она так и настолько вкусная. Вкуснятина, на самом деле. Обалденная. Вкус и аромат. Сколько раньше, когда я был в наших широтах, пытался понять, что такое папайя. Конечно, когда свежесрезанное с дерева и спелое, это песня. Желаю всем добра, блага. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось. Может, кто-то захочет приехать на этот прекрасный остров по могучим смолу.